МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. За неосвоенный бюджет НЕФРЕСПО будет наказывать чиновников. Глава республики Владимир Васильев предупредил об этом на еженедельном рабочем совещании. Расходы почти наравне с доходами. О том, сколько дагестанцы тратят на продукты питания, узнавали наши корреспонденты. Сегодня мало кого удивишь машиной, а вот отсутствие кредита удивятся всем. Дагестанцы стали больше обращаться в банки. Госдума предложила выплачивать первосентябрьский капитал перед началом учебного года. По мнению авторов инициативы, в регионах страны собрать ребенка в школу многим семьям не по карману. Школьные принадлежности и форму родители приобретают в ущерб другим необходимым покупкам. В рамках программы «Первосентябрьский капитал» семьям с детьми будут выплачивать средства для подготовки детей в школу. Пока сумму выплаты не уточнили. Тем временем начала свою работу Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора России по качеству товаров для школы. Единый консультационный центр будет работать круглосуточно. Звонить можно по номеру, который вы сейчас видите на своих экранах. За неосвоенные бюджеты и средства будут наказывать чиновников. Глава Дагестана предупредил руководителей органов власти республики о персональной ответственности за несвоевременную реализацию поставленных задач. Он напомнил, что сегодня принято решение отказаться от практики, когда неосвоенные средства из субъекта изымались. То есть раньше получалось так, что наказывали население субъекта за бездействие власти. Сейчас ситуация изменилась, и те чиновники, которые плохо работают, наказываются, в том числе рублем, резюмировал Васильев. Жители Дагестана чаще стали брать кредиты, сообщает Национальный банк республики. Аналитики сделали вывод, что по сравнению с прошлым годом объем кредитования увеличился в 1,2 раза. Так, в первом полугодии в регионе взяли в банках суды на более чем 21 миллиард рублей. Из этой суммы 1,4 часть приходится на ипотеку. За январь и июнь этого года кредит на жилье получили около 2000 человек. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году. Республика Дагестан – регион лидер в рейтинге самых низких зарплат в России. При этом стоимость минимального набора продуктов здесь составляет 4000 рублей. Так или иначе, по данным Росстата, дагестанцы тратят на еду 54% от своих доходов. Так ли это узнавали наши корреспонденты в соцопросе на улицах столицы. Больше половины зарплаты, именно столько дагестанцы тратят в среднем на еду. Показатель один из самых высоких по стране. Сегодня я постараюсь узнать, действительно ли это так и с чем связано. Может быть дело в больших семьях или в немалой стоимости продуктов? Сколько вы тратите в среднем на еду? В среднем мы тратим где-то 1015-20. Это в месяц? В месяц, потому что у нас очень много родственников. И родственники, и гости. Мы гостеприимный народ дагестанцы. Поэтому мы рассчитываем так. Чем больше изготовишь, тем лучше. И всех накормишь. Ну где-то около 25 тысяч, наверное, в среднем уходит на еду чисто. А с чем это связано, как думаете? Ну, с получением продуктов, наверное. Все цены поднимаются, а зарплаты так же. Ну, примерно 5 на неделю. 5 тысяч уйдет. Ну, если посчитать зарплату 12-13, посмотрите сами. Порой даже больше половины уходит на пропитание, честно сказать. Но иногда, конечно, приходится, наверное, в своих желаниях ограничивать. А с чем, вы думаете, это связано? Почему? Ну, как-то незаметно выросли цены, во-первых, на продукты. Мы даже этого не заметили, но подумала однажды, посмотрела. Там на многие продукты уже подняты цены. Проходится экономить, чтобы хватило на все. И еще, кроме того, количество детей тоже имеет значение. Все, в чем есть необходимость, мы не все покупаем. Стараемся ограничиться, потому что другие проблемы есть, которые надо решать. Это, наверное, пополам заработная плата. Я даже, ну, как все это связано? Наверное, с подорожанием, может, продуктов или что-то типа этого. Каждый месяц, я лично не могу позволить каждый месяц. Я покупаю к сезону, к каждому сезону. И все. В Дагестане до конца года отремонтируют 43 отделения почтовой связи. В 27 помещениях работы будут проведены в рамках проекта «Доступная среда». Ремонтные работы включат в себя отделку фасадов здания, капитальный ремонт помещений, оснащение специальной мебелью, техникой и кондиционерами. В настоящее время уже благоустраивают 13 пунктов почтовой связи. Стоит отметить, что Почта России является активным участником государственной программы «Доступная среда». С 2016 года в более чем 5 тысячах отделения созданы условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Далее прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. Министерство России рассказало о последствиях употребления кофе. Специалисты в области охраны здоровья утверждают, что ежедневное питье у этого напитка снижает риск возникновения диабета и других заболеваний. По их мнению, натуральный кофе нужно выпивать перед началом спортивных тренировок для повышения выносливости, но желательно пить его не сладким. Черный кофе без сахара улучшает настроение, увеличивает концентрацию внимания и помогает во время депрессии. При этом медики обратили внимание, что важен способ приготовления напитка и доза. Эксперты предупреждают любители, что злоупотребление может вызвать тревожное состояние, нарушение сна и головную боль. Новое медицинское оборудование закупят для Республиканской клинической больницы номер 2. Власти Дагестана намерены потратить на эти цели 75 миллионов рублей. Это порядка 143 единиц техники. В медицинском учреждении планируется установить аппаратуру для ультразвуковой и кардиологической диагностики, современной эндоскопической и операционной оборудовании, рентгеновскую аппаратуру. Также будут закуплены инструменты для операции по гинекологии, урологии и хирургии. Ночь кино пройдет в Махачкале вот уже четвертый раз. Театр поэзии приглашает зрителей в свой двор, где созданы все условия для просмотра любимых фильмов. Акция начнется с документального фильма дагестанского кинематографиста Абдулы Бечедова. Продолжится вечер показом классики советского кинематографа фильма «Тучи покидают небо». Это мелодрама, действие которой разворачивается в горном ауле в 1930-50-е годы. Картина стала первым художественным фильмом о Дагестане с участием местных актеров. В Дербенте встретили обладателей Гран-при Международного фольклорного фестиваля, участников детского хореографического ансамбля «Гюнеш». Конкурс, победителями которого стала команда из Дагестана, проходил в чешском городе Шумперк. Участие коллектива в таком масштабном мероприятии стало возможным благодаря договору о сотрудничестве между Чехией и Дербентом. Подружились, сплотились, например, с Грузией. Там были похожие танцы на нас, и эти девочки были очень хорошими, мы сдружились. Также мы сдружились не только с ними, мы дружились со всем ансамблем. Мы стали единой семьей, как брат, сестра. Моё путешествие, это навсегда останется в нашей памяти. Хотелось бы сказать спасибо огромное Дворцу детского и юношеского творчества, нашим прекрасным родителям и самым лучшим учителям. Встречали юных победителей как счастливые родители и преподаватели, так и представители власти города. Отметим, что дети занимаются танцами под чутким руководством педагогов Дворца детского и юношеского творчества. Дагестанские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев представят сборную России на чемпионате мира в Екатеринбурге. Состав национальной команды огласили накануне на сборах в Кисловодске. Он был сформирован по итогам выступления спортсменов в текущем году, а также контрольных спаррингов. Полутяжеловес Гаджимагомедов, двукратный чемпион страны, в конце июня стал единственным россиянином, кому удалось завоевать золото Евроигр в Минске. Батыргазиев выступит в категории до 57 килограмм, который в 2017 году становился лучшим боксером России. В чемпионате мира, который пройдет с 8 по 21 сентября, в столице Урала примут участие 488 спортсменов из 91 страны. А дагестанский боец ММА Хадис Ибрагимов дебютирует в UFC на турнире в Китае. Поединок против представителя Южной Кореи Дайон Джуна пройдет 31 августа. Ибрагимов подписал контракт с ведущей мировой лигой в мае текущего года. В своем 23-летнем возрасте он имеет посложной список 8 побед в 8 поединках. Напомним, что крайний бой дагестанца, который живет и тренируется в Санкт-Петербурге, состоялся в марте этого года. На турнире М1 в Казахстане он защитил титул чемпиона, нокаутировав поляка Рафала Киженчука. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин